Роман Лизвова. Чтение птихи или учение десяти сферот больше помогает выстроить понятийный аппарат? Нет. Птиха и учение десяти сферотов, они вспомогательны для развития души по сравнению со статьями и письмами Баля Сулама и Рабаша. Нет большего влияния на душу, чем статьи шамати, услышанная. Такой вопрос, можно ли сравнить, но духовная работа — это шамати и письма Баля Сулама ученикам. Можно ли сказать, в чём особенность письма? Потому что в статьях шамати Баля Сулама берёт определённую тему и рубит её чётко, объясняя ученикам, о чём речь. Он есть в каждой статье, наговоренной им. А в письмах он, в общем, на злобу дня, что называется. Берёт статью из недельной главы Торы, берёт что-то ещё там. Ну, в общем, это не систематическое изложение материала, но есть там действительно такие куски, которые мы просто проглатываем и не можем отпустить. Субтитры создавал DimaTorzok